Итак, всех приветствую! С вами я, Алексей, вы смотрите YouTube-канал Paradigm, и это очередная мета. Значит, как вы видите, ашуры уже сюда влезли. Также тут не только SOSP, а ещё и ашура оригинальный, и даже интероригинальный. Ну, такс. Тут вот, смотрите, как узу всякие. Тоже интересненько так. Видите, как узу старый не ушёл особо. Он вместе с новым используется. Вот странно, что Саски, Ирины, Шарингана используют. Значит, вот, кстати, эта сунада практически ушла уже. Слава богу, на самом-то деле. Потому что с ней гемор, то есть... Хотя как узу, он её отчасти заменяет, но... Он, типа, и нас убивает довольно-таки быстро. Значит, вот, с киллером Би, ну, с киллером Би, это так себе. А вот, кстати, с хаширамой, это Тенсейном. Интересное такое сочетание. Потому что он же шхилит. Значит, Итачи этот, Ансейный, с Ранином, со Сранином. Ну, в общем-то, это сомнительно. Ранина я бы не использовал. Вот, Рин! Да, это самое большое открытие моё, что кто-то Рин использует. Ну, в смысле, как открытие. Я, в принципе, давно встречаюсь. Ну, то есть, она оказалась неплохим таким хиллером. То есть, для бюджетников, так сказать, для фритупейщиков. Замена вот этой вот сунады пессмертной. Так она, типа, делает так, чтобы других не убивали. Вот, с какаши Самира мы киллером Би. Но я думаю, что я себе поставлю Соспа с этим, как его. С какаши, но вместо Эдоминато. Вот, кстати, Эдоминато здесь с Эдососори поставили. И, ну, Мадара тут вообще не идёт. Значит, что я хочу. Я Соспа, когда скиллброчу, я его поставлю, собственно, с Эрукой. Да, потому что Эрука укрепляет и даёт ещё и бафы. То есть, а нам же нужно, чтобы Сосп, типа, атаковал все дела. Ну, и я не знаю, что я ему буду ставить. Типа, буду ли ему ставить обилку массовую или же конкретную. Но суть в том, что Сосп мне нравится. Ну, в смысле скиллброченный. Потому что он автобойный. То есть, он сам убивает всех, а ты не паришься вообще об этом. Так что, на самом-то деле, мне неплохо. Это такой блицовый ниндзя. Особенно вместе с Какаши Саммером. Он, наконец-то, у меня будет хоть при делах. И при этом у меня получится три команды мощные. То есть, вот эта вот команда с Эдоминато и Эдососори. Плюс команда с Кисамой и Зетсу. И плюс еще. Вот Кисамый, кстати, ушел немножко, но как-то не до конца. В принципе, я обнаружил. Мне, точнее, этот товарищ сказал. Мой, тот, с кем я играю. Что Какузу и Конан, их бафы стакаются. Я, кстати, это заметил. Но это довольно странно, но это довольно мощно. То есть, получается, по очень многу раз атакуют персонажи. Кисамый Акуа может атаковать три раза. Даже, а не два. С этой Конан и с этим, с Какузой. С кемброченным обычным. Но, как бы, тут вопрос еще в том, кто против тебя стоит. И даст ли он тебе это сделать. Также, что я еще хочу сказать. Вот такие вот, тут еще некоторые фритуплейны. Ну, из фритуплейных, как я сказал, Куринай, Ринно Хара встречается. Конан Тайшо, кстати, она и раньше встречалась, и сейчас продолжает встречаться. То есть, потому что накачивает чакру Акацуком, и это полезно. Нам сейчас вот Нагата и Детенцина выдают. Я это предусмотрел. То есть, у меня специально четырехзвездный он. Я не стал до пяти звезд собирать, потому что знал, что рано или поздно нам его опять будут давать. Фрагменты. И чтобы, типа, они не были лишними. А нишки по магазине дорого стоят. Ну, посмотрю я, короче. Сколько его дадут, может быть, да собираю. Все-таки будет больше мощи. Вот, Куринайка, как вы видите. Соспа много используют. Мадара ГНВшник продолжает использоваться, в принципе. Вообще, Мадара с Соспом очень неплохо заходит. Потому что, типа, вынуждает применять обилки противника, чтобы потратить чакру. То есть, или лишайся чакры, или, как бы, агрей Соспа. Кстати, мне вот писали, я уже с ним встречался, с этим Соспом, в Тесисеве и так далее. Ну, на автобое, разумеется, потому что нет смысла пытаться победить такое. Значит, и что? Типа, мне там написали, что вот, ты что, не знаешь, как работает пассивка Ашуры? Так, а я ему не ответил и так подумал. А даже если бы я знал, как работает пассивка Ашуры, ну, я и так знаю это. Но что я сделаю? То есть, моя команда Скисамы, Зетцу и Конан, она рассчитана на то, чтобы много обилок в первом раунде применять. То есть, если она не будет их применять, то Сосп, конечно, нам меньше повредит. Но мы-то сами урона никакого не нанесем, нифига. То есть, по сути, блин, хотя, может быть, типа, чтобы он потом в конце раунда дополнительные атаки получал. Но это может быть выгодно, то есть, придержать свои обилки. Но, опять же, зависит от того, какой противник и так далее. Да, и вообще, я не люблю, типа, хитрить как-то. Особенно в каком-нибудь Досисиве, где победа, по сути, не особо-то и важна. Ну вот, Шесуя используют, но меньше уже, естественно, стали. Ну так со всеми ниндзями, в принципе. Суекетсу продолжают использовать, к сожалению. Не люблю, он контрит моего Зетсу. Ну, частично. То есть, увеличивает кулдау на пилке через уклонение. А это неприятно, конечно. Значит, хотелось бы еще посмотреть мне... Это уже новая или еще старая? Нет, еще. Вот Райкаген, его продолжают использовать. Итачи. Вот Итачи, я думаю, поставили, потому что стало больше контрольных команд. И то есть, у меня ТГГ Огня, я могу просто, типа, отражение поставить, если мне нужно будет отражение. Но появились всякие Курина и вот этих вот хошерам новогодних куча. А это неприятно. И поэтому донатеры стали ставить отражение, чтобы немножко это занерфить. За нерфи это, как говорится. Ну и, в общем-то, что я могу сказать? Я могу сказать, что Ашура... Вот это уже заново пошло. Ашура Онлайн. У нас снова Ашура Онлайн. К счастью, я СОСПа этого прокачал немножечко. В принципе, жду вот... Давайте, кстати, я сейчас посмотрю, там обновление вышло или нет. И скажу, типа, есть ли это СОСП на следующей неделе, чтобы я его себе собрал. У меня там 8000 купонов. И будет еще больше. То есть, до десятки как раз докоплю и будет норм. Итак, ну почему бы не показать? Инфини Цукойоми. Так, Тайм Лимит и Трэжер 2. Интересно. Обито ГНВ. Это мы... Стоп. Обито ГНВ это не тот Мадара ГНВ. Не знаю, короче. По-моему, Обито ГНВ это другое. Это вот тот новый. Который я копировал еще. Какузо Акацуки с Креэйшн. Ну, меня он не интересует. Вот, Наруто Сейшо всех спас. Посмотрим, сколько он будет стоить. Шинопи Арена Тренинг. Приятно. Севен Дейс Волфейр. Будем пользоваться. В принципе. Хотя зачастили они, конечно. Джинджер Снап. Посмотрим, что это. А, Севен Дейс Волфейр. А, ну это да, это к нему. Кано Хаут. Посмотрим, кто будет здесь. Здесь можно будет как себе подсобить, так скажем. Так и собрать какого-то ниндзя на обзор. Потому что давно обзоров я не делал. Опять же, если у вас есть какой-то ниндзя, который я не обозревал, то пишите. Давайте. Фоку Диус. Ну, здесь я надеюсь 10 тысяч накопить и влить. Вот. Наруто. Какузо Акацуки С Креэйшн. И Батл Павер Пак. У меня уже 50 где-то фрагментов. 160к Майлстон. 30к Майлстон. Короче, смотрите. По 60к купонов сюда можно вливать. Но у меня столько нет. Я надеюсь, что я смогу сос пособрать и фоку Диусе за 10 тысяч. Да. Там 40 фрагментов. Где-то половина осталась. Значит, Мадара, Тентайл, Джинчурики, Лаки, Старс, Вилли. Сомневаюсь, что его кто-то получит. Тем более 100 фрагментов. Типа сразу, чтобы повысить. Фейтфул. Фигня. Рекрутный фидбэк. Но это должно было быть. Самон Репейтс. А я уже свитки потратил. Как-то в этот раз вообще ужас какой-то. Эверластинг Понс. Что-то интересное. Ивент. Не помню, что он означает. Activity Lucky Baggy. Это на настроение свитки здесь падают. И фрагменты, и руки. Кстати, и руку нужно до скилл брочить. Там ему еще уклонение. Можно про скилл брочить. И главную опилку еще разок. Да. Ну, будем надеяться, что можно будет получить его. Так или иначе, теперь возвращаемся сюда. Что я могу сказать? Ну, СОСП это жесть. СОСП это жесть. Особенно с другими ниндзями вроде Кабуто, скил броченого. Санина. И этого. И Какаши. Сами. А если их всех поставить, то это жесть. Короче, противник будет бояться вообще применять какие-либо опилки. И если у него команда не настроена на бочи из автоатаки, то ему хана. Ну, с другой стороны, этот Кимимара Хэллоуинский, он может немножко нерфить эту команду. Потому что он уменьшает урон от автоатак. Да. То есть, поле Кимимара этого уменьшает урон от автоатак. С другой стороны, я не знаю даже. Вот эта вот Блиц команда с ним, она какая-то не очень уже стала. Надо там какие-то хитрости придумывать, чтобы она работала нормально. Ну, как у Зак Кацуки Скрейшен, он противный, зараза. Те, кто научились ими пользоваться, они постоянно воскрешаются и бесят меня. И это отвратительно. И причем как-то получается, что ему нужно просто применить обилку, не убить кого-то ею. И типа убить какого-то из наших ниндзя. Ну, то есть, это не такие уж и сложные вещи. Ну, то есть, задание не такое уж и сложное. Чтобы потом воскресить всех своих ниндзя, когда их убьют. Когда убьют, точнее, самого Какузу. Поэтому этого Какузу, его, как ни странно, ставят не на первую позицию, как раз таки. И его не стакают ему никаких параметров. То есть, ему не нужно никогда. Да, то есть, потому что ему умирать нужно первым, но ни в коем случае не последним. Потому что, если он последним умирает, то все равно команда проигрывает. Даже если он может там воскрешаться и так далее. Насколько я помню. Или нет. По-моему, он воскрешает в конце раунда. Поэтому, собственно, такая вот фигня работает. Значит, киллеру Би ему нужно было бы скилл Броки добавить. Потому что, ну... Вот какого джинчурика мне поставить с Наруто с Оспом, чтобы киллера Би использовать с ним? И все равно эта команда будет не автобойная. А команда с Ирукой получается автобойной. Ну, правда, Ирука будет свою обилку кастовать в первом раунде. На автобое. И тогда Наруто не будет свою обилку кастовать в первом раунде. Но это можно пережить, в принципе. Плюс Наруто вообще красавчик. Там такое творит, жесть, короче. Ну, вот такая вот мета. Я, в принципе, все показал. Довольно разнообразная. Это то, что я могу заметить. Карина как-то поуходила немного. Потому что она все-таки хилер. И, видимо, какие-то ее контрят. Опять же, Мадары поуходили. Кушины практически ушли. Значит, Какаши Саммеры пришли, собственно. Опять же, с этим используются теперь. С Оспом, да. Моя идея, типа, поставить Какаши Саммера с Оспом, она не только моя. Не только мне она пришла в голову. И, кстати, неплохо заходит. Очень даже неплохо. А Ирука, прикиньте, он всем повышает еще атаку дополнительно. То есть, представьте. Сосп атакует там четыре раза. Потом еще Какаши атакуют четыре раза. И при этом, что Сосп, что Какаши накачивают себе атаку с каждой атакой. Чизятся и так далее. Перезаряжают свои обилки. Под бафом и руки, под щитами. Опять же, потому что баф Какаши, он же уменьшает дефенс и резистанс. А этот Ирука компенсирует эту потерю с щитами дополнительными. Чтобы выдержать первый раунд. Ну, в принципе, Наруто-то он такой. Он, типа, просто отожрется во втором раунде через обилку. И даже в первом может отожраться. А вот Какаши, конечно, ему это довольно важно. Чтобы выжить. Тем более, что он не на первой позиции. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Такая вот мета. Всем пока-пока.